А минувшие выходные прошли под знаком Дня Матери. В столице республики поздравили многодетных мам и самых активных участниц женского движения. За праздничными столами хранительница семейного очага. Каждая из этих женщин стремится сделать мир добрее. Они выстраивают свое семейное счастье. Стараются помочь советами тем, у кого не все складывается в личной жизни. Они находят время для помощи пожилым, подросткам, стоящим на учете. О таких говорят неравнодушные люди. О, мама, я все цветы земли тебе дарю. Целую твои руки, обнимаю и кланяюсь, люблю, боготворю. Союз женщин – одна из самых известных общественных организаций. Его подразделения работают практически во всех муниципалитетах. В республике разработан целый комплекс мер социальной поддержки семей с детьми. За последние пять лет число многодетных выросло в полтора раза. Скоро в регионе появится почетный знак «Материнская слава». Буквально несколько месяцев назад Михаил Александрович Игнатьев, глава нашей республики, принял решение об учреждении знака «Материнская слава». Это знак поддержки тех матерей, которые родили и воспитали пять и более детей. И мы на ближайшей сессии госсовета этот знак окончательно в формате закона уже утвердим. И мы полагаем в начале 2019 года самых достойных наших женщин мы будем награждать этим знаком. Этот знак входит в систему госнаград Чувашской республики и позволяет в последующем получать звание ветерана труда. На праздники подвели итоги смотра конкурса «Лучший женсовет-2018». В этом году главная награда отправилась в Ядринский район. У нас есть президент женсовета, 17 человек, и каждый что-то там привносит. Где-то что-то мы смотрим в других регионах, как работают женсоветы. На сайте «Союза женщин» постоянно в России бываем, смотрим. Ну и сами что-то придумываем новое. Первый раз в этом году, вот, например, провели День бабушек и дедушек. Четыре семьи самых лучших отобрали, чествовали. Они, бабушки с внуками, пришли в отдел ЗАГС, вместе посидели, викторину провели, поиграли, чай попили. И такое у них было удовлетворение от этого, то, что их именно вот как бабушек и дедушек пригласили в семейную гостиную при ЗАГСе. Конкурсная комиссия также определила 25 лауреатов. Все они стали победителями в своих номинациях «Семейные традиции», «Духовные скрепы», «Здоровье», «Культура», «Спорт». Это и многое другое всегда остается в центре внимания прекрасной половины человечества.